Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щейковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать очень интересную блузу. В программе Adobe Illustrator будем делать технический рисунок и, соответственно, к этому техническому рисунку мы будем с вами добавлять еще и технический рисунок в цвете. Я взяла шаблон. Эти шаблоны вы можете скачать у нас на сайте. Часть из них бесплатная, часть за очень небольшие деньги можно себе приобрести навсегда. Их удобно распечатывать, их можно использовать в самых разных программах, как вот, например, я использую в Illustrator, можно их загрузить в Photoshop, можно распечатать и так далее. Ссылочку вы найдете под этим видео. А сейчас мы с вами приступаем. Поскольку у меня будет блуза, я убрала все ненужное, оставила только торс, и мне не нужны ручки, потому что у меня будет блуза без рукавов. Итак, сейчас мы приблизим. В блузе будет одна особенность. Я хочу, чтобы на ней было кружево. И сегодня я покажу, как рисовать фрагмент кружева достаточно таким ручным способом, потому что у меня многие студенты спрашивают, ну вот как же так, вот хочется же вот прям раз и кружево. Там, конечно, можно делать всякие разные штуки, там и трассировку пробовать и все остальное, но, как правило, вот, по крайней мере, когда я работала отрисовщиком нижнего белья, самым надежным способом создания кружева, это была его ручная отрисовка, но, когда у вас накапливается своя библиотека этого кружева, то, я вам могу сказать, становится намного проще жить, намного интереснее работать и намного быстрее. Еще иногда бывает, что кружево нужно отрисовать прям под какой-то конкретный, ну, фотообразец, то есть у вас от производства есть фотообразца, и под этот фотообразец вам нужно нарисовать кружево, поэтому не всегда срабатывает инструмент, хочу быстро и просто. Вот, так что сегодня показываю вариант не быстро и просто, но здесь точно, вот как в одном из видео я показывала, как бретельки делать при помощи растрирования, не растрирования, а перевода в векторный объект контура, так и здесь мы тоже будем с вами делать сначала достаточно толстенький контур, а потом его переведем в векторный объект, для того, чтобы у нас кружево с вами потом в дальнейшем при работе хорошо прокрашивалось, и все с ним было отлично. Так что давайте пока порисуем контуры. Я взяла перо, толщину настроила у него трешечку, и сейчас просто методично рисую контуры. Итак, смотрите, я нарисовала основные линеарные моменты, сейчас они у меня собраны просто контурами, это обычный контур, вот она собрана, единая линия, три пункта толщина. Я сейчас покажу, как переводить, соответственно, наш с вами контур, объект, контур, преобразовать обводку в кривые. Вот что у нас получилось, почему это так важно. Смотрите, теперь у нас это не линия, а это контур, и я могу, например, сделать вот так. И у меня вся линия одинаковой толщины, то есть я поменяла местами. Я не рисовала раппорт, потому что мне нужен фрагмент кружева, но он не будет рапортоваться чисто потенциально, потом из этого кружева можно сделать кисть, только ее нужно обязательно будет зарапортовать, и тогда она у вас может быть кружевом. Вот это все я бы хотела объединить окно обработка контуров в единый объект, мне так будет с ним комфортнее работать. Здесь у меня получился контур. И смотрите, какая очень интересная история. Очень часто, ведь кружево, оно же не просто на воздухе, оно сделано на такой тоненькой сеточке, либо оно сразу вывязывается, либо там дополнительное шитье происходит. И вот эту тоненькую сеточку мы сейчас с вами изобразим. Притом сеточка может быть разного плетения, разной плотности и разной толщины. Мне нужно будет, я создам новый слой, чтобы у меня не цеплялся тот слой, который уже есть. Я сейчас по контуру того, что есть, два места, где у меня будет проходить эта сеточка, я обозначу аккуратненько. Видите, очень удобно, когда вы рисуете сначала контур кистью, а потом его просто переводите в кривые, и у вас получается все ровненько. Вот, соответственно, вот эта часть у меня будет одной сеточкой залита, а та часть другой. Это может быть размер ячейки, это может быть плотность ячейки, то есть там прозрачность, непрозрачность. Там очень разные моменты бывают. Желательно, конечно, когда вы работаете с кружевом, работать от, ну давайте скажем так, от образца. То есть, может быть, это фотография какого-то кружева или что-то похожее. Так, и поскольку я не буду запихивать это кружево ни в объект, ни в кисть, ни в заливку, у меня вообще никаких проблем не будет. Но если бы я запихивала, мне бы пришлось еще несколько, как говорится, финтов ушами сделать. Так, что бы я хотела? Я бы хотела нарисовать квадрат, его перевернуть и немножечко поправить. Так, Ctrl-C, Ctrl-B. Вот такое у меня одно будет кружево, а вот такое второе, совсем тоненькое. То есть, как видите, все я очень просто делаю и желательно, конечно, толщину сразу 0,25. Теперь мы это все закидываем в образцы. Одну, но куда стой? Ну что такое? Байкотирует меня. Ладно, давайте с этой начнем. Одна. Не хочет моя штучка закидываться. Сейчас мы ее приблизим. Видимо, плохо захватываю, неправильно. Она не понимает, что я от нее хочу. Вот. И у меня сейчас получится сеточка. Одна сеточка будет вот такая. Вторая сеточка будет вот такая. Видите? И можно, естественно, ее там по масштабу подогнать. Для того, чтобы она больше соответствовала моей задумке. Или тому образцу, который у вас есть. Вообще кружево можно довести до очень, давайте скажем так, реалистичного вида. И будет смотреться очень-очень красиво. То есть это достаточно такой грубый прием. Но можно. Такого рода кисть. Можно создать из этого кисть. Можно так вот выбрать. Создать. Без цвета. Без ничего. На задний план. Естественно, что я не помню, дает ли иллюстратор с заливкой кисть создавать. Сейчас посмотрим. Наверное, нет. А, нет, дает. Вот. Уже содержит. Вот когда вот так ругается, что надо сделать? Нужно сделать копию. Огей. Вот, смотрите, объект. Разобрать. Вам предлагается что? Мы разбираем с вами заливку. И здесь то же самое. Что это такое? Что я такое делаю? Почему это важно? Потому что вот здесь у меня это заливка. Вот, видите? А здесь это у меня набор элементов. И вот когда оно уже идет набором элементов, то тогда я смогу это все радостно запихнуть в кисть. Вот так. Программа сейчас будет долго думать. Потому что, когда мы создаем кисть из кружева, ей тяжело. Она мучается, но создает. Очень много элементов. Очень тяжело. Нужен мощный компьютер. И вот можете вот такую штуку получить. Я сейчас даже целиком не буду создавать, а просто покажу вам кусочек. И это у меня мощный компьютер. Ведет себя так не солидно. Не пугайтесь, когда он так делает. Вот, смотрите. Вот она вам показывает пример того кружева, как оно будет смотреться. Ему очень тяжело. Это нужно понимать. Потому что мы с вами заливку, собранную из большого количества мелких элементов, взяли, разобрали и попросили все эти элементы сделать рапортом для того, чтобы он об этом подумал. Ну, вот он опять у меня задумался, потому что я сказала, что я хочу уголок, чтобы вот так смотрелся. Или секциями. Здесь вот примеры уголков. Потом можно сказать окей. И вот здесь у вас создается кисточка. Ну, давай уже создай. Видимо, решил, что я ему надоела. Вот. И, соответственно, вот она кисть. Сейчас она отвиснет. И я вам покажу пример, как эта кисть будет выглядеть. Давайте я вот этот элемент уберу. А вот этот сгруппирую. Потому что работать я буду в дальнейшем именно с этим элементом. Но часто кружево нужно именно в виде кисти. Поэтому это так важно. Вот, смотрите. Я не додел... Я, как и говорила, я не делала тон четкий рапорт. И видите, вот она стыковка. Но смысл именно такой. Вот, например, при рисунке нижнего белья вы вполне можете создавать вот такие кисти. И, соответственно, их использовать для обработки. Она сейчас толстая, но можно ее просто более маленькой сделать. Очень тяжело компьютеру. Вот видите, я даже подвинуть нормально не могу. Он с ума сходит. Вот. И иногда лучше такой объект растрировать. Вот так. Он перестает быть кистью, но он просто легче компьютеру с ним жить. Потому что вы видите, насколько тяжело и сложно он думает. И специально оставил, чтобы вам показать, как себя ведет компьютер, что это не только у вас такое бывает. Вот. Теперь давайте перейдем к рисунку самого эскиза, который я задумала, потому что кружево являлось важной частью этого эскиза. Это пример создания кисти. Как еще раз я сказала, я не проработала рапорт, поэтому такие гадкие стыковки. Если бы я здесь доработала рапорт, то у меня бы такой гадкой стыковки не было. У меня будет топ асимметричный, поэтому сегодня по обыкновению я не буду рисовать. Я буду рисовать по необыкновению, по асимметричности. Что очень хорошо, когда у нас есть шаблон, сразу понятно, в каком месте мы и как это будет смотреться. Так. И, соответственно, вот здесь у нас будет рука, здесь у нас будет маленькая пройма и вот так. В принципе, я могу эту штуку выбрать. Вот она. Вот этот момент поправить, безобразный совершенно. И сделать ее симметрично. могу и не делать. Сейчас посмотрим, как будет моя задумка себя вести. Если все будет хорошо, то сделаем. Так, лишняя точка и дорабатываем. Этот инструмент называется опорная точка. Очень его люблю, потому что он разрешает направляющие трогать так, чтобы, ну, как бы, по одной. Одну и вторую. То есть, когда вы регулируете, например, инструментом Direct Selection, то усики, как бы, у направляющих синхронно двигаются. А вот с этим инструментом можно и по отдельности. Так, ну, давайте мы отражение тогда зеркальное сделаем. Чего, что там там. Вот, смотрите, головина симметричная получилась. Отлично. Вот, монтаж на задний план. Так, теперь смотрите. Сразу делаю белую заливочку. Да, вот такая прелесть у меня получается. Вот здесь будут легкие складки, которые мы сейчас обозначим, что они тут есть. Такая легенькая-легенькая складочка должна быть, полузаметная. Соответственно, эффект размытия. Размытие по гауссу. Очень большой радиус. Чуть-чуть подмываем. Окей. И вне прозрачность убираем. Сейчас складка будет вся мягкая. Внимание привлекать не будет. Вот такая мягенькая штучка. Там вроде как есть. И вот здесь можно тоненькую линию дать. Если кто-то считает, что эскиз достаточно сложный, вы посмотрите этот плейлист. Тут уже очень много всяких разных видео. От очень простых до не очень простых. И я думаю, что можно начать прямо от футболки. Это что такое? Вот. Поэтому здесь я уже пошла в эксперименты и показываю всякую разную красоту. а для тех, кому нужна основа, то рекомендую этот плейлист 100 эскизов FVD сначала посмотреть ну или поискать, что вам там больше приглянется и использовать. линия, цвет контура черный и здесь цвет контура черный. Толщина 0,5 и какой-нибудь красивый контур для нее, чтобы с одной стороны утолщение, утонение, ну вот можно еще потоньше, чтобы они не вызывали к себе много вопросов. Вот. Теперь берем нашу вот эту красоту, она у нас сгруппирована, да? Вот. И ее помещаем вот сюда. Собственно, она для этого и рисовалась. Так. Так. Сейчас соберем два элемента в один. Так. Разгруппировать. Разгруппировать. Так, вот это нам нужно слить воедино и это слить воедино. Так. Угу. И вот эту красоту тоже мы сольем и уберем просто вот здесь вот лишние точечки. так. 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 Вот Так Прелестно Теперь все вместе сгруппируем И еще раз потащим на эскиз Сделаем поменьше Сюда вот так вот красивенько вставим Чтобы у нас был эскиз Похоже я не зря делала все-таки кисть Потому что мне не нравится то, что у меня получается И здесь можно сделать два варианта Можно, например, сделать деформацию Так, эффект Деформация дуга вниз Вот, смотрите И сейчас мы посмотрим, насколько там у меня Изгиб Так, это не надо Вот немножечко Вот так вот мы ее вниз сделаем Чтобы у меня была Вот Хорошо Можно даже побольше То есть получается такая блузка У которой из нее вот так вот торчит Кружево Вся она гладенькая Без всего И, наверное Вот, хвостики Хорошо Можно добавить вот здесь тенюшечку Ну, что она есть Чтобы объем показать Да и, в общем-то, с техническим эскизом Можно заканчивать Иногда на технических эскизах Обозначают Кружево Просто какой-нибудь сеточкой Ну, то есть не прорисовывают Прям то кружево, которое хотят Просто какой-нибудь сеточкой Его обозначают А потом уже Прикладывают, например, фотографию образца Купленного в магазине Это совершенно нормальная история Так Хочу чуть-чуть доработать Чтобы оно Лучше смотрелось Так Чуть-чуть вниз утопим Нажимаю кнопочки Ctrl И Хай русская Или квадратная Скобочка Сейчас она вниз улетит Или можно сделать вот так Оп И на задний план Вот Ну, то есть слой на слой заходит И вот под ним образуется тенюшечка Так Вот таким образом у нас получается эскизик Для полноты картины Рисуем ему Горловину Со спиночки Ну, потому что здесь у нас краешки Получаются свисают А там Нет Так Цвет Средний серый И назад Там будет Обтачка И по центру Можно, конечно же, обозначить Что там будет Ну, либо крючочек Либо дырочка Либо молния Ну, в общем-то Что-то там по центру Обязательно должно быть К такому эскизу Желательно рисовать спинку Для того, чтобы мы понимали А что же там На спине Но я традиционно В этом челлендже Спинку не рисую Оставляю ее на откуп вам Вот Таким образом у нас будет Выглядеть Наш эскиз И давайте его же сделаем В цвете Так И для того, чтобы сделать цвет Оп И оп Смотрите, даже тени Хорошо встали Иногда Почему говорю даже Иногда для теней Требуется Дополнительная проработка То есть мы берем тени Тон в тон И потом их Немножечко затемняем То есть не черным цветом И они становятся Еще такие более Вживаются, что ли В эскиз Как правильно сказать будет Вот Так, что-то мне вот это место Не нравится Что тут такое у нас Что такое То есть основной цвет И от этого основного цвета Двойным кликом Мы немножечко затеняем Вот смотрите Видите, какое сочетание И получается полное ощущение Того, что Это как бы вторым слоем Вот Такая у меня Красивая штучка Получилась Это как пример А это как кружево С кружевом мы с вами сделали Много всего разного Интересного Сделали из него и кисти Еще раз повторяюсь То, что я не Отрапортовала Его нужно было Отрапортовать Мы сделали его Полупрозрачным То есть Если сейчас у нас будет Какой-то кусочек То он будет светиться Видите То есть Это эффект прозрачности То, чего я добивалась И само кружево Мы тоже можем Перекрасить по цвету Ну и вот Такой эскиз Не забывайте Сохраниться И использовать там Где вам нужно До скорых встреч Пишите ваши вопросы По желанию С удовольствием На них отвечу Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok